Вот и прошел 24-й фестиваль Всероссийской студенческой весны 2016. Телеканал «Универсмотри» являлся официальным инфопартнером и организатором прямой трансляции закрытия фестиваля. Тем, кто не смог находиться в этот день в баскет-холле, ведущие нашего канала постарались передать всю энергетику зала через прямой эфир. Можете передать своим родным и близким. Пусть залезут на сайт universmatri.ru и, пожалуйста, прямая трансляция. Благодаря Казанскому федеральному университету. Давайте поаплодируем! Рекордное количество участников. 3000 представителей из 75 регионов России встретились в Казани и бороли за звание лучших из лучших. На протяжении трех дней они проходили отборочные этапы российской студенческой весны в пяти направлениях. И только самые лучшие смогли выступить на сцене гала-концерта фестиваля. Хотелось бы отметить, это, конечно, уровень подготовки. Наверное, тогда, когда я занимался этим, это было больше все-таки похоже на такую студенческую самодеятельность, что сейчас представляет из себя студенческая весна, это, наверное, большое скопление настоящих серьезных талантов, которые абсолютно профессионально подходят к своему делу. И уже не взирая, так скажем, на формат, именно на студенческий, делают это все на совершенно другом уровне. И это очень приятно и вызывает только восхищение. Участники российской студенческой весны прибыли в столицу Татарстана с самых разных точек страны. Здесь же были студенты Северной Осетии, Якутии, Туркмении. Между бесконечными репетициями конкурсанты и гости получили уникальную возможность познакомиться с достопримечательностями города. У нас намного теплее сейчас, у вас прохладно, мы не взяли с собой теплые вещи. Мы гуляли по городу, нам безумно понравился ваш город, очень красивая архитектура, в восторге от вашего города, вообще, ну, очень хорошее впечатление. Еще не привыкли к московскому времени, сейчас у нас, наверное, уже час ночи, три часа ночи, или где-то так. Ну, я была только зрителем, а сейчас я уже участвую, и освещение вообще переполнено восторгом, что волнуемся уже. Пока за кулисами конкурсанты боролись с волнением, на сцене творилось нечто невероятное. Завораживающие показы, мод, бесстрашные акробаты, и все это происходило перед зрителями и гостями закрытия фестиваля. У меня эмоции, вот, мурашки по коже, я не знаю, как это объяснять. Просто удивительное мероприятие, просто мега круто. Кузбасс, город Пемерово. Наша делегация уже выступила, мы сейчас болеем и выступаем. И желаем всем удачи и новых побед. К слову о победах. Третье место заняли студенты в Саратовской области, второе – Тюменьская область и, наконец-то, первое – Ханта-Мантийский автономный округ Югра. Заветный грампри выиграли студенты Республики Татарстан. Завершился гала-концерт в фестивале российской студенческой весны. А нам остается вспоминать об этом ярком событии студенчества и ждать следующего года в Туле. Это была российская студенческая весна с 2016-й. В прямом эфире нашего телеканала ты увидел самую талантливую молодежь России. А для вас ввели прямую трансляцию. Тимур Камалеев, Анастасия Иванова, Гульфия Монгульна и Аскар Галимов. И, конечно же, до встречи на 25-й юбилейной российской студенческой твисте 2017-й в городе Тула! Пока-пока! Анастасия Иванова, Ленар Довлетяров, Универ Ньюс.